Медиагруппа «Авангард» представляет Дим, расскажи, пожалуйста, как самый технологичный банк нашей страны встретил удаленку, как перевел собственных сотрудников на нее и с какими сложностями, в том числе, в части информационной безопасности, столкнулся? Мы, наверное, как банк онлайн, всегда находились онлайн, и больших сложностей с этим мы не испытали. В действительности, да, есть некоторые изменения, которые коснулись скорее векторов, изменившихся векторов атак, которые переключились на удаленную работу. При этом переход достаточно мягко, плавно произошел. Мы за один день переехали, и разрывов в бизнес-процессах никаких не произошло. При этом действительно нужно было некоторые технологии доработать, некоторые правила реагирования докрутить до того, чтобы это эффективно противодействовать угрозам, которые свойственны именно удаленной работе. Были ли сложности, связанные с тем, что многие компьютеры удаленные являются личными, не корпоративными, и на них сложно применить корпоративную политику безопасности? Нет, с этим сложностей нету никаких. Это вопрос того, как у вас организован удаленный доступ. Есть масса способов сделать так, чтобы заражение, а мы по умолчанию считаем, что удаленный компьютер заражен, который не является собственностью банка, не контролируется, на нем нету средств защиты, он по умолчанию заражен. И поэтому рассчитывать на удаленное оборудование, что оно будет как-то защищено, или пытаться защитить его, кажется, что это плохой путь. Поэтому мы таким путем не идем. Ну, наверное, заключительный вопрос. Участвовал ли во всем этом процессе перехода на удаленку? Ваш сок был ли полезен? Может быть, какие-то моменты вспомните, которые могут быть интересны? Да, безусловно, участвовал. И, как я говорил, что это один из оплотов, которые пришлось развернуть для противодействия тех угроз, которые свойственны удаленной работе. Ну, какой-нибудь пример приведу. Банальный сок начал реагировать на изменения геолокации IP-адреса, подключающегося на удаленную работу. Если он сейчас находится в Москве и не использует прокси-серверов для удаленной работы, то через час он вряд ли может оказаться в Шанхае и начать работать оттуда. Это то, на что стоит посмотреть, на что стоит отреагировать. Ну, то есть построение аномалий для удаленной работы – это тоже Security Operation Center. И там много классных паттернов, на которые можно реагировать, и они действительно выявляют угрозы для удаленной работы. Большое спасибо. Удачи. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...